Чем бы вы не занимались в жизни, обязательно послушайте, что я скажу дальше. Речь о важном ресурсе, который многие не замечают или не умеют использовать. И тем не менее, роль этого ресурса в достижении успеха огромна. Будь то речь о деньгах, о личных отношениях, о развитии, о чем бы вы ни подумали, в какой бы сфере вы не хотели улучшить свою жизнь, эти знания вам могут очень пригодиться. Я говорю о вашей личной сети знакомств или по-другому о вашем круге знакомств. Каждый человек обязательно с кем-то знаком. Близкие люди, родственники, друзья, коллеги, клиенты и так далее. Обычно этот круг формируется сам по себе, хаотично. Но люди, которые стремятся к успеху, так не поступают. Они целенаправленно создают свою сеть знакомств. Эту сеть они строят шаг за шагом, поддерживая, развивая и расширяя. Прямо сейчас подумайте о том, насколько большая ваша сеть знакомств и насколько она активна. Ведь мало просто быть знакомым с кем-то. Это знакомство нужно поддерживать и переводить на новую ступень отношений. Создание и поддержание личной сети знакомств – это настоящая работа, сложная и ответственная. Если вы перестанете поливать домашние растения, оно зачахнет. То же самое происходит и со знакомствами. Если вы не укрепляете их, то о вас забывают. Вот несколько важных рекомендаций, как необходимо действовать, чтобы круг ваших знакомых рос и был действительно полезным. Напоминайте о себе. Мало просто с кем-то познакомиться. Необходимо постоянно о себе напоминать. Отношения, которые вы хотите развивать, которые важны для вас, требуют более частных напоминаний, не реже одного раза в месяц. Другие знакомства не столь важны. Поддерживайте напоминанием о себе 2-3 раза в год. Обязательно закрепите первое знакомство в первые 72 часа. Для этого можно позвонить и сказать о том, как вам приятно было познакомиться. И выразите еще раз свое восхищение чем-то, о чем вы говорили с собеседником. Либо можно ему написать сообщение в мессенджере. Если во время первого знакомства вы выяснили, что именно интересно этому человеку, то можете отправить ему интересную заметку на эту тему. Или поинтересоваться, знает ли он о такой-то книге или каком-то мероприятии, которое может быть ему интересно. Всегда можно найти, что можно написать или сказать человеку, чтобы ему было интересно и приятно получить ваши сообщения. Или пообщаться с вами несколько минут по телефону. Контактируйте с вашими знакомыми разными способами. Сегодня для этого есть большая возможность. И личные встречи, и мессенджеры, и телефоны, и электронные почты. Можно подписаться на страницы человека в социальных сетях и иногда ставить лайки его публикациям. Или писать небольшие комментарии к тому, что он размещает на своей странице. Важно быть на слуху, и при этом всегда придерживайтесь правила. Чем важнее для вас контакт, тем больше вкладывайте энергии и времени в его поддержание. Ваша личная сеть знакомств – это ваш уникальный ресурс, от которого во многом зависит ваш успех. Вкладывайте в развитие круга знакомств ваши силы, внимание и время. Строите отношения с людьми. Это поможет продвигаться к вашей цели быстрее и проще. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!